Все о нем пишут, все его читают, все просят у него интервью, но никто его не видит. Почему он исчез? О, выгляжу так, будто меня жизнь проживала и выплюнула. А кого из нас нет, как говорится? Начинаю видео с приятной ноты. Все, привет, ребят, с вами снова я, Данила, это очередное видео на моем канале, и это что у нас сегодня? Правильно, очередное потрясающее видео, по названию которого вы наверняка догадались, о чем мы с вами будем говорить. А говорить-то мы будем про вашу любимую рубрику «Книжный ТикТок». И если вы забыли, то это та самая рубрика, в которой вы мне присылаете ТикТоки на книжную или околокнижную тематику. Мы их рассматриваем, разбираем и реагируем на них. И просто пытаемся понять, что же там такого происходит на этой книжной стороне ТикТока. Поэтому, если вы готовы, то давайте начнем. Но перед тем, как мы с вами начнем, я хочу вам быстренько кое о чем рассказать. Знаете, бывает так, что после очередного обзора на не самую лучшую книгу, мне необходимо сбросить негативные эмоции. И способов для этого огромное множество, потому что лично для меня забота о себе – это дело первостепенной важности. Особенно сейчас. Я люблю ходить на тренировки, потому что они снижают уровень стресса, что радует меня, и попутно делают мое тело сильнее и выносливее. А как же приятно после хорошей тренировки сходить на массаж. Это одна из тех вещей, которые делают мою жизнь гораздо-гораздо лучше. Как видите, забота о себе – это довольно просто. И самое главное, что доступно каждому. А вот с сервисом FitMost занятия по душе всегда рядом. FitMost – это единый абонемент для заботы о себе, который включает целых четыре направления. Спорт, отдых, развлечение и бьюти. Занятия в каждой категории можно посещать по абонементу, при этом не привязываясь к одной студии или даже к городу. Главное преимущество этого сервиса заключается именно в единстве абонемента, который открывает перед вами двери более 1700 мест. Вам не нужно гуглить, звонить или писать кому-либо, потому что все, что вам необходимо, есть в приложении, которым, кстати, очень легко пользоваться. Вам остается лишь зарегистрироваться, выбрать то, что нравится и прийти на место. Вы даже можете позвать с собой друга, потому что, во-первых, вместе веселее, а во-вторых, ходить куда-либо регулярно гораздо приятнее в компании. Например, можно ходить на сайклы. Мне кажется, это очень весело. Поэтому, ребяточки, обязательно приходите по специальной ссылке в описании этого видео и регистрируйтесь в FitMost, потому что именно они подарят вам от одного до трех первых занятий бесплатно. Я считаю, что грех не воспользоваться возможностью побаловать себя по ходу на танцы или массаж, а с FitMost это находится буквально в одном переходе по ссылке. Ну, а если вы готовы, то давайте начнем это видео. Итак, собственно, мои прекрасные, чудесные, неземные, невероятные, замечательные и волшебные любители сладкого кринжа, который доставляет истинную радость. Мы с вами, как обычно, по традиции собираемся раз в месяцок, чтобы узнать, что же там такого происходит на этой книжной стороне ТикТока. И заодно я хочу сказать и поблагодарить вас за то, что вы являетесь главными спонсорами этой рубрики, потому что все видео для нее вы отправляете мне во всех соцсетях. И за это вам огромное спасибо. Благодаря вам эта рубрика цветет, живет и пахнет. Но самое интересное, что как будто бы ее очень давно не было. Я обожаю снимать эти видео, потому что для меня это огромное удовольствие, как в целом и для вас их просмотр. Поэтому я бы, наверное, снимал их чаще, но всего хорошего должно быть понемножку. Поэтому мы собираемся исключительно раз в месяц. Однако, думаю, без лишних слов можно начать с первого видео. Так! Стоп! Че началось? Как вам не стыдно? А? Это приличный канал. Мы на нем обсуждаем только хорошие книги. Самому смешно стало. На самом деле, да. Иногда бывает очень сложно впихнуть книгу на пулу. Никому не кажется, что стало очень жарко? О чем я хотел сказать? Подождите. Я забыл! По-моему, я покраснел. Все хорошо. Все в порядке. Да. О чем это я? Иногда действительно бывает очень сложно впихнуть что-то огромное во что-то узкое. И говорю я сейчас именно про книги. Бывают действительно огромнейшие книги. Знаете, особенно когда очень мало места остается. Я не могу. За что? Мне как будто бы пора завести личную жизнь на самом-то деле. Все, давайте. Собрались. Все-таки серьезные видео снимаем. Так вот. Да. У меня недавно была буквально такая же проблема. Когда мне пришлось чуть ли не впихивать книгу между другими. Потому что на полке не хватало места. И я вот как будто бы не рассчитал. Но я пытался выставить их по цвету, кстати. Поэтому, возможно, тут как-то можно было и поступить по-другому. Однако, меня очень волнует этот вопрос. Я не могу светочиться. Делайте что хотите по этому поводу. Давайте поговорим о том, что на канале не хватает порнухи, да? Я тоже так думаю. Вы со мной согласны. Наверняка. Поэтому в следующем году, кстати, я уже подобрал несколько книг для нас. Да и, в принципе, до конца этого года будет кое-что интересное. Где мы с вами будем... Где мы с вами будем... Так, все. Обсуди. В комментариях напишите мне, как у вас обстоят дела с... И с тем, и с тем. А я, пожалуй, давайте перейду к следующему видео. Потому что по поводу этого... Мне сказать нечего больше. Да. Слушайте, учитывая, что чтение книг, это буквально наши галлюцинации на бывших кусках деревьев. Нюхать книги, это вполне себе нормально. Я обожаю запах свежей книги. Знаете, когда она еще в пленке, ты ее раскрываешь. Впитываешь этот запах. Боже мой. Да шо ж такое-то. Мне этот прошлый ТикТок покоя не дает. Однако, да. Запах свежей книги для меня, это, знаете, могла бы быть Амартенса из Гарри Поттера. Да, вот это зелье любви. Для Гермиона там было что? Свежая скошенная трава. Запах пергамента. И, насколько я помню, по теории, там как будто был запах волос срона. Вроде бы. Да, еще мятная паста. Для меня бы это был запах свежей книг. Обожаю их на самом-то деле. Иногда, когда я забираю книги с почты, я прихожу домой. Распаковываю книгу, сажусь и просто наслаждаюсь этим запахом. Я в нем чувством свеженькой, новенькой книги. Особенно, когда это был предзаказ, ты понимаешь, что у тебя первый тираж, он буквально вот только-только вышел из печати. О! Это наслаждение. Не знаю, как вы, но я обожаю такое. Опять же, такие... Учитывая стоимость книг, как будто с них уже можно что-то снюхивать. Может, когда часть денег обратно вернется. Скажи мне то, что хотел бы сказать авторам книги. Не знаю, относится ли это к авторам, но суть другая. Кто вам сказал, что такие, такие и такие обложки, это красиво. Они же не то, чтобы даже не продающие. На самом-то деле, я думаю, многие из вас прекрасно знают и видели те обложки, которые выглядят не очень хорошо в сравнении с другими, но это дело достаточно двоякое, потому что иногда самому автору хочется такую обложку, потому что по ассоциативному ряду это те книги, которые он пишет и те книги, которые он читает. Поэтому ему хочется быть частью как раз-таки вот этой серии, где на обложках полуголые мужики и так далее и тому подобное. Иногда бывает так, что у издательств нет денег на продвижение книги или же на ее создание. Есть деньги на выпуск, но нет денег на хорошего иллюстратора или художника по обложкам, потому что такое довольно часто бывает и выходит то, что выходит. Можно ли винить авторов за это? Я не считаю это правильно, потому что все-таки за все это отвечает издательство и хорошие обложки стоят достаточно больших денег, поверьте мне, потому что общаясь с представительствами издательств, книги могут быть действительно дорогостоящими. Особенно, например, если оригинальная обложка была хуже той, которая в итоге получается. Мы с вами не раз говорили по поводу обложек и что они, и как они, и зачем они иногда появляются. Потому что даже какие-то иногда симпатичные обложки, например, мне не нравятся. И на самом-то деле кому-то подобные обложки могут нравиться. Я достаточно часто вижу, что такие книги пользуются большим спросом, потому что зачастую это бульварная как раз-таки такая проза, романтика, да, то есть не совсем замысловатые книги, которые продаются где-то в переходах, в киосках, и в этом нет ничего плохого, каждый зарабатывает как может. И тратить на это огромные деньги, именно на обложку и вообще внутренние какие-то элементы декора, не совсем целесообразно, потому что эта книга вряд ли себя окупит. Хорошие обложки зачастую появляются на тех книгах, которые представляют для издательств интерес в плане окупаемости. Вы наверняка видели огромное количество обложек с полуголыми мужиками. Это самая легкая обложка, которую можно сделать. И они просто выходят, потому что эти книги вряд ли окупят себя. Да, они сделают какие-то продажи, но это не какой-то мировой бестселлер. Поэтому зачем на него тратиться? Как я уже сказал, дело это двоякое, не совсем понятное тем, кто мало знаком с тем, как работают издательства, поэтому я напоминаю, что все-таки в первую очередь выпуск книг — это бизнес. Поэтому бизнесом, чтобы держаться на плаву, нужно много зарабатывать. поэтому так и выходит, что некоторые книги имеют, грубо говоря, отвратные обложки. Это выглядит как хрупкое равновесие. Единственная причина, по которой эти книги могут быть грустными, это потому что они тупые. И ты грустишь от того, что ты тратишь на них время. Все обзоры на трилогию «Хрупкое равновесие» вы можете посмотреть на канале. И, кстати, недавно мне кто-то где-то шепнул, что планируется продолжение в двух книгах. Я не знаю, правда это или нет. Возможно, кто-то из вас подтвердит эту информацию. Но как будто бы я даже не хочу их обозревать. Эти книги были неинтересными, невеселыми, и в них даже не было нормальной ебли. Но было очень много глупостей. Был, конечно, один момент, который поразил меня до глубины души. Это когда там с ребенком, главной героиней, кое-что случилось, да? Не то, чтобы это спойлер. Там буквально с перех книг говорится, что «Я тебя обладотворю!» Но, посмотря обзоры, вы поймете. Потому что, ух! Знаете, я иногда люблю возвращаться к своим старым обзорам. Особенно, если это какая-то серия. Я буквально сейчас для вас готовлю обзор на серию книг. Пока не буду говорить, какой. Потому что, ух! Вы этого ждали на самом-то деле. Потому что... Есть о чем поговорить. Есть о чем поорать. Есть куда, как говорится, плюнуть ядом. Но. Вот некоторые мои старые обзоры до сих пор развивают у меня какие-то приятные такие воспоминания. Потому что мне больше все-таки нравится снимать видео на кринжовые книги. Вот так, чтобы они были и веселые, и глупые. А не просто какая-то грусть, тоска и повествование без логики. Такое я не особо люблю. Потому что, я вам уже говорил, даже плохая книга может оказаться хорошей в том плане, что она тебя хотя бы повеселит своей тупостью. Вот, опять же, напоминаю всем посмотреть мои обзоры на календарную девушку. Я считаю, что это легендарнейшие обзоры. Хочется вот чего-то такого. Я уже много раз об этом говорил. И мне как раз-таки, когда советовали, какую серию книг бы разобрать, многие говорили про хрупкое навесие. Не очень хорошо с ней получилось. Но, что вы получили от этой серии книг, это то, что автор назвала меня... Господи, кем она меня назвала? То ли гандоном, то ли мудаком? Уже не помню. Про меня в последнее время столько авторов говорят не самые приятные вещи, что я уже не успеваю со всем этим следить. Такая разница, что про меня говорят люди в интернете. Главное, что вы про меня думаете. Потому что мои видео существуют исключительно, чтобы радовать вас. Поэтому до конца года у нас с вами еще множество шансов разозлить авторов и подорвать несколько пуканчиков. Ожидайте. В целом, я по большей части согласен со всеми мнениями этой прекрасной девушки. Но давайте мы их все-таки разберем по отдельности. Во-первых, каждый имеет право читать то, что нравится. Это факт, неоспоримый, потому что мы читаем ради удовольствия. Книги — это некий способ эскапизма. Когда мы можем потеряться в страницах, узнавая подробности невероятного сюжета, который затягивает все больше и больше. Это же все-таки прекрасно. Потому что мы ради чего все это делаем? Не потому что, возможно, нам нравится страдать. А потому что эти страдания, в конце концов, приносят какую-то определенную радость. Чтение книг — это действительно восхитительно. Если вы читаете, то вы огромные молодцы. Если нет, то это, наверное, не ваше. У вас есть свои способы, как себя порадовать. Фильмы, сериалы, вышивание, макраме, вязание, собирание мозаик, кроссворды. Да что угодно. Но я вам всегда говорю, что даже если мое мнение о книге не совсем хорошее, это не значит, что вы не должны ее читать. Я иногда советую, иногда не советую. Просто, чтобы вы, возможно, не тратили свое время. Если у вас были какие-то разногласия по поводу чтения определенной книги. Но вы можете читать все, что угодно. Классика — не всегда хорошая литература. Современники не всегда плохие авторы. Соглашусь, потому что классика — это те книги, которые просто пережили время. Не все из них подходят под сегодняшние реалии. То есть у нас, например, есть 1984, которые довольно неплохо описывают сегодняшние реалии. Но есть и те книги, которые для нас лично непонятны, потому что они были написаны для тех людей, которые жили в те времена. Это были те вещи, те периоды времени, которые соотносились с тем, что происходило на страницах этих книг. И для нас порой эти книги скучны, потому что в какие-то, опять же таки, стародавние времена писали люди количество страниц, а не книгу, потому что платили им за это больше. Классика — это просто те книги, которые нам передают в течение времени. Учителя, профессора, да кто угодно. Потому что по большей части мы с классикой знакомимся именно в учебных заведениях. А что касается авторов-современников, да, они могут писать не самые лучшие книги, но это не значит, что они плохие люди. Вспоминая, опять же таки, большинство авторов давних времен, да, классической литературы, там по большей части одни говнюки были, кроме Чеховой и Гоголя. Чтение — это не хобби для ботаников. На самом деле это какой-то стереотип, который остался, как мне лично кажется, в середине двухтысячных, знаете, когда в каких-то комедиях были очкастые такие ботаники, всеми забитые и никому не нужные, они читали книги. Мне кажется, сейчас так уже никто не думает, потому что пару лет назад был как раз-таки бум на чтение, да. Чтение — это было модно, это было стильно, все ходили с книгами, которые, возможно, даже и не открывали, да. Ходили с книгами, которые были в пленке. Но я не думаю, что чтение — это хобби для ботаников. Все читают хотя бы упаковки шампуней в ванной. Не знаю, но мне кажется, что чтение — это просто увлечение, которое является доступным для всех, а не для определенной категории личности. Не обязательно читая, человек становится умнее, это правда. Читать мы начинаем довольно в раннем возрасте. Кто-то читает быстрее, кто-то читает медленнее, но читая книги, а мы все-таки увлекаемся разными жанрами литературы, не значит, что вы становитесь умнее. Умнее, возможно, вас сделает какая-то книга, которая посвящена научной тематике, да, и вы после нее анализируете текст, который вы почитали, вы понимаете и принимаете его для себя. А какой-то роман, где главные герои по большей части занимаются всевозможными развратными вещами, как я хотел это выкрутить, но не получилось, он не то чтобы добавит какой-то умственной пищи для размышлений. На самом деле это неплохо. Потому что я опять же таки напоминаю, чтение должно быть в радость, а не в гадость. Давайте-ка разберем эти непопулярные мнения, и я вам скажу, что я думаю по их поводу. В конце «Они оба умрут» ужасно переоцененная книга, даже как легкая философия для подростков. Я начинал читать эту книгу, спойлер в названии, как говорится, но не могу сказать, что мне как-то понравилось. Я вроде бы хотел даже на нее сделать обзор, но потом подумал, что как будто бы и не хочу, но я ее не дочитал, потому что мне кажется, что книга немного не моя. Поэтому не знаю. Вдруг вы читали, если вам понравилось, обязательно мне расскажите. «О чем молчит ласточка? Лишняя книга. Лет в пенерском галстуке прекрасно и без этой части». Я тоже так считаю, потому что все-таки, как мне лично показалось, несмотря на то, что это неплохая или плохо написанная книга, она была мне неинтересна. Авторы вырезали свое мнение по поводу моего обзора. Можете обо всем этом узнать в Телеграме, потому что, ух, скандалы, интриги, расследования, ничего нового. Но да, все-таки первая часть мне, как лично, показалась вполне законченной осталась, и продолжение не вызвало ничего, кроме скуки и потери интереса. Классику необходимо читать, как минимум, для расширения кругозора. 50 на 50 я здесь согласен, потому что все зависит от того, какую классику вы будете читать. Потому что, если это отечественная классика, вы вряд ли расширите кругозор, потому что, по большей части, наши авторы писали об одном и том же. Там есть вот такой лимитированный список тем, и в них вы найдете большинство произведений. Однако, если читать классику зарубежную, я не говорю только про американскую или же английскую, множество из стран, включая азиатские страны, да, есть и европейские страны, и южноамериканские, и так далее, и тому подобное. Там авторы писали про тех людей и про ту культуру, которая была вокруг них. Поэтому, возможно, именно эти книги классические расширят ваш кругозор. Но, опять же таки, как мне кажется, любая книга неотечественного автора довольно сильно поможет в расширении кругозора, потому что она повествует о том, что происходит там, где вы, возможно, никогда не были. Поэтому для вас это какое-то открытие глаз потенциально. Настанет день, и тебе придется пожалеть о своих словах. Я обещаю тебе. Меня тоже мама с самого детства приучала к чтению. И посмотрите, к чему это привело. Я делаю обзоры на написанную порнуху. Не могу сказать, что я несчастен. Как будто бы для меня даже все очень хорошо и закончилось. Но! Благодарен я. Как говорится, то, что меня когда-то в детстве заставили читать. Даже через силу. Потому что все-таки в книгах я зачастую находил для себя то, что вряд ли бы нашел где-то еще. Поэтому, если вдруг вам не нравится читать, ну, попробуйте как-нибудь. А вдруг понравится? Никогда не знаешь. В книге бывают разные. Про порнуху сладострасную. И да, ребята, сегодня у меня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И если да, то я очень этому рад. Спасибо, что все еще меня смотрите. Я вас очень сильно люблю. И хочу, чтобы вы узнали. Каждый мотивовый день. Не забывайте ставить свои комментарии. Потому что что? Правильный комментарий лучше лайка. Ну и лайк тоже можно поставить. А еще машине должно быть услышано. Как вам это видео? Какое из сегодняшних просмотренных нами тиктоков вам понравился? Не понравился или запомнился больше всего по тем или иным причинам? Обязательно оставляйте свои меню внизу в комментариях. Потому что они для вас всегда открыты. И каждый из них для меня на вес золота. И грех не воспользоваться такой замечательной возможностью. Оставить для меня парочку прекрасных строк. С вами был я, Энтони Лай. Главное помните. Все остальное сферами себе. До чего всех ваших начинаек. Я вас очень сильно люблю. Скачаю вам каждый день. И надеюсь, что мои видео приносят в вашу жизнь исключительно положительные эмоции. Вы также можете подписаться на меня в всех доступных или недоступных соцсетях. Как вам больше нравится. И тем самым поддержать. А еще наш мерч Relost Baby Girl. И умеешь думать, подумай. Доступно для вас по ссылкам в описании внизу под каждым видео. Обнимемся. Идите сюда. Давайте, давайте, давайте. Еще раз так вот крепко. И меня в щечку. Прекрасно. Надеюсь, что у вас все отлично. Никто не заставляет вас грустить. А если заставляет, напишите мне, я разберусь. Увидимся совсем скоро. На этом же самом месте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok